Продолжение следует... Продолжение следует... Тут есть брифинги, но они на английском языке. Не особо в английском разбираюсь, поэтому перевести для вас не смогу. Но это что-то вроде исторической справки. Так. Тут вот цели миссии подмечены, которые надо захватить, которые надо удержать. Синим вот указаны наши войска и флаги, развивающиеся. Войска противника подсвечены красным. Есть такая вот вещь, как фирмы. Их надо развивать, чтобы больше еды получать. Также можно развивать города. Они дают нам юнитов. Вот город первого уровня, для сравнения, не дают вот этих юнитов. Только и всего. Есть заводики, с ними аналогичная ситуация. Можем улучшить заводик. Их больше юнитов. То же самое с конюшнями. Вот видите, тут конюшня производит только от 2 еды юнитов. Здесь вот. Здесь вот больше. Но сейчас передвинем на своем войска. И посмотрим, кого можно приобретать. К тому же можно приобретать, например, вдвое больше юнитов. Но цена будет, конечно, больше. Можем назначить мы генералов каких-нибудь для юнитов. Это повысит им урона, здоровье. Вот, например, Багратиона наимем. Сюда максимум можно назначать до 6 генералов. Вот можете вот сюда назначить кого-нибудь. Ну, давайте. Чтобы атаковать, нужно просто переместиться поближе к противнику и нажать на него. Урон рассчитывается практически рандомно. И кто знает, вы можете снести вот как сейчас. Можете снести вообще единичку. Можете вообще... Ничего. Так. Все. Собственно, основные аспекты я вам показал. Ну, вот можно... Показать вот. Есть такие строения специальные. Защитные. Услабляет защиту у определенных юнитов. Это вот пехота, например, конницын. Например, есть еще возможность строить всякие постройки, вот форт, здания. Но в них я никакого смысла обычно не вижу и не использую. Итак, здесь мы разобрались. Есть карта конквестов. Можно, например, в любую эпоху... Из представленных. Зайти. Попробовать отыграть за любую доступную нацию. Вот, например, за Россию. Попробовать завоевать всех, кто отмечены не нашим цветом. То есть, синим и черным. Ну, тут мы надолго задерживаться не будем. Я вам только покажу, что тут есть уникальное строение. Город Кружка. Через которого можно за медали. Это такая валюта, так называемая, в игре. Можно приобретать генералов, но только на этот период, на этот конкурс. Подробнее остановлюсь в разделе Горнокомандующий. Здесь можно приобретать всякие полезные штуки для, собственно, генералов. Но есть одно маленькое. Но они раз в день обновляются. То есть, получается, если вы захочете что-то купить, из того, что представлено сегодня, торопиться придется. Максимум тут можно иметь до 12 генералов. Валюта у нас какая есть? Есть медальки, есть щитки. Нет. Вы их можете приобрести в магазине внутриигровом. Цены так, не особо кусающиеся, но... Конечно, для нас, россиян, многих, они достаточно высоки. Так, что еще есть? Такая вещь, как рынок. ВГ и в самих миссиях. Если у самих генералов есть способность к экономике, 5 звездочек, то можно будет покупать или продавать с большой скидкой. Вот, например, давайте продадим 1 итам. Сейчас, минуточку. Я найду тут. Вот, например, итемы. Всего 2 итема можно повесить на генерала. Ну и вот, снимая 1 итем, захожу в это здание и смогу продать с огромной скидкой, то есть надбавкой. И вот, видите, 570 медалек теперь у меня встало. Можем мы в меню командира перейти. Есть 3 сорта генералов. Премиум генералы, вот. Они продаются только за щитки. Генералы, так сказать, среднего класса. Они продаются на выбор за щитки или, собственно, за медальки. Ну и есть генералы 3-го класса. Они, конечно, не самые лучшие. Вот. Давайте купим вот этого за 525 медалек. Вот. Теперь больше генералов мы не сможем купить, ни при каких обстоятельствах, поскольку все места заняты. Есть такая особенность, как регрупп генералов. Вот, например, у этого парня есть инфантрейт-тренер способность. То есть мы можем накачать кому-то одну пехотную звезду. Давайте накачаем Кутузову, кто в пехоте всего 4 звездочки. И чтобы это сделать, мы должны будем выбрать нашего Кутузова, нажать на регрупп. И выбрать генералов, которого мы с вами регруппим. Нажмем подтвердить. И все, Кутузов сейчас получил 5 звездочек в плане пехоты. Так. Кроме того, можно назначать генералов-принцесс. Вот, всяких. Есть тут российская, тут советская и так далее. Они тоже как генералы, но у них не очень такие способности хорошие. Игран достижения очень даже впечатляющий. Показывает, сколько вы урона всего нанесли, сколько благородства. Сколько звезд собрали и так далее. Годы поравления, которые набираться в комплексах. Ну, собственно, и принцессы. Есть таблица лидеров и прочие штуки интересные. Ну вот. Пожалуй, я вам всю базовую такую составляющую об этой игре рассказал. Надеюсь, что она вам понравилась. А теперь время оценки. За геймплей я поставлю в данной игре 10 баллов из 10, поскольку таких игр в App Store очень мало. Очень мало. И они достаточно затягивают. Если вы поиграете ну, хотя бы пару дней, то меня поймете. Абсолютно. Графика. Ну, есть один предшественник в этой игре под названием Glory of Generals. Там, конечно, графика более такая интересная для многих. А тут она как-то ухудшилась. Скорее мультяшной стала. Более мультяшной. Я бы даже сказал. Поэтому высшие оценки она, конечно, не заслуживает. Хотя очень даже неплохо по рессону. Мне нравится. 8 из 10. Звуки. Ну, тут особо мало к чему придраться. Пожалуй, единственный недостаток, который я заметил, это что звук по передвижению не такой реалистичный, какой мог бы быть. Поэтому высшие отметки я не могу поставить. 9 из 10. Интерфейсы управления. В принципе, управления так-то в принципе так-то ничего, но вот в интерфейсе есть некоторые претензии у меня. Не хватает экрана дипломатии, что ли, вместо того, чтобы захватывать противника сразу нужно как-то вам объяснить-то. Ну, в общем, если вы хотите захватить какую-нибудь страну, которая ваш союзник на самом деле там, то вам придется несколько зданий у них захватить вместо того, чтобы просто глупо вейнл объявить им. На мой взгляд, это довольно муторно. Ну и еще один маленький нюанс, это то, что смена отмена хода действует действует только если вы в данный момент находитесь на этом юните. Если вы случайно нажмете на что-то еще, то отменить ход данного юнита не получится. тому, я поставлю 8 баллов из 10. Адекватность цены покупок. Ну, в принципе, сейчас European War 4, насколько мне известно, бесплатно, поэтому тут никаких придирок нету, а вот к донату собственно придирки есть, особенно если вы в России живете, понимаете, что цена довольно-таки кусачая на предметы, а без них конечно выживать приходится довольно сложно, и приходится играть очень много конкурсов. То игра вот врутак меня в принципе понимает. Общий рейтинг я поставлю 8 4 в этой игре. В принципе неплохо, так я оценил. Любителям стратегии must have остальные просто посмотрите эту игру, может вам понравится. На этом я заканчиваю это ревью, с вами был Дмитро, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу, ставьте палец вверх. Всего доброго, увидимся завтра в следующем обзоре, и помните, что все самые интересные обзоры еще впереди. Thank you guys!